Здравствуйте! Тема занятия «Применение производной к исследованию функций». Исследование функций с помощью производной позволяет изучать свойства различных функций. Рассмотрим алгоритм исследования функций с помощью производной. Пусть дана функция f от x равная x в кубе плюс 4x в квадрат плюс 4x. Первое, что необходимо сделать, найти область определения функции. Какова область определения данной функции? Область определения данной функции – множество действительных чисел. Следующий пункт в алгоритме – исследовать функцию на четность. Что необходимо проверить, чтобы выяснить, является ли функция четной или нечетной? Первое, что необходимо выяснить – симметрична ли область определения функции. В данном случае – да. Затем проверяем следующее. Функция является четной, если f от минус x равно f от x. Функция является нечетной, если f от минус x равно минус f от x. В случае, если ни одной из двух данных равенств не выполняется, то делают вывод, что функция не является нечетной, не нечетной. Таким образом, найдем f от минус x. f от минус x равно минус x в кубе плюс 4 минус x в квадрате плюс 4 умножить на минус x. Чему равно минус x в кубе? Минус x в кубе равно минус x в кубе. Необходимо вынести знак минус за скобку. Чему равно минус x в квадрате? Минус x в квадрате равно x в квадрате. И чему равно значение выражения 4 умножить на минус x? Оно равно минус 4x. Таким образом, мы получим, что f от минус x равно минус x в кубе плюс 4x в квадрате минус 4x. Мы получили, что f от минус x не равно f от x. И f от минус x не равно минус f от x. А что это значит? Это значит, что функция не является ни четной, ни нечетной. Следующий пункт алгоритма. Найти, если возможно, нули функции. Что необходимо сделать, чтобы найти нули функции? Необходимо решить уравнение f от x равно 0. Решим уравнение x в кубе плюс 4x в квадрате плюс 4x равно 0. Можем ли мы вынести какой-либо множитель за скобки? Если да, то какой? Мы можем вынести за скобки x. Вынесем и получим. Теперь воспользуемся формулой сокращенного умножения. И получим. Что можно сказать о каждом множителе, если их произведение равно 0? Можно сказать, что 0 равен или первый множитель, или второй. Таким образом, получим, что? x равен 0 или x равен минус 2. То есть, нулями функции являются такие значения аргумента, как 0 и минус 2. Четвертый пункт алгоритма. Найти точку пересечения графика с осью ординат. Что необходимо сделать для этого? Необходимо найти значение функции в точке 0. Найдем f от 0. Посчитайте самостоятельно. Чему будет равно значение функции в точке 0? Значение функции в точке 0 равно 0. Таким образом, получаем, что точка пересечения графика с осью ординат имеет координаты 0, 0. Следующий пункт алгоритма. Найти промежутки монотонности в точке экстремума и экстремума функции. Что для этого необходимо сделать? Для этого найдем производную функции. Чему она равна? Производная функции равна 3х2 плюс 8х плюс 4. Разложим полученный квадратный трехчлен на линейные множители. Что получится? Получится 3 умножить на х плюс 2 умножить на х плюс 2 третьих. Что необходимо сделать дальше? Дальше найдем точки, в которых производная равна 0. Что это за точки? Точки, в которых производная равна 0, минус 2 и минус 2 третьих. Что нам необходимо сделать теперь? Отметим на схеме знаки производной и соответствующие промежутки монотонности. На промежутке от минус бесконечности до минус 2 производная положительна. На промежутке от минус 2 до минус 2 третьих производная отрицательна. И на промежутке от минус 2 третьих до плюс бесконечности производная положительна. Определим, какие из точек являются точками минимума, а какие точками максимума. И найдем значение функции в этих точках. Точка минус 2 является точкой максимума. Найдите значение функции в этой точке. Оно равно 0. Точка минус 2 третьих, точка минимума. Найдите значение функции в этой точке. Минимум функции равен минус 1,527. Для удобства запишем данные, полученные в данном пункте алгоритма, в таблицу, которая появилась на экране. И последний пункт алгоритма – построение графика функции на основании исследования. Изобразим координатную плоскость. Отметим на ней точки, полученные в пункте 3. Затем отметим экстремумы, полученные в пункте 5. И достроим график на промежутках возрастания и убывания. Исследуем еще одну функцию, применяя алгоритм. Пусть дана функция f от x равная 0,75 умножить на x в четвертой минус x в кубе минус 3x в квадрате. Какой первый пункт? Найти область определения функции. Какова область определения данной функции? Множество действительных чисел. Какой следующий пункт в алгоритме? Исследовать функцию на четность. Поставьте видео на паузу и выясните, какой является данная функция – четный или нечетный. Затем воспроизведите видео снова и проверьте свой ответ. Какой пункт следующий? В следующем пункте необходимо найти нули функций, если они есть. Поставьте видео на паузу и найдите нули функций. Затем воспроизведите видео снова и проверьте свой ответ. Что по алгоритму необходимо сделать следующее? Необходимо найти точки пресечения графика с осью ординат. Поставьте видео на паузу и найдите точки пресечения графика с осью ординат. Затем проверьте свой ответ. Что нам необходимо сделать теперь? В следующем пункте нам необходимо найти промежутки монотонности и экстремумы функции. Выполните этот пункт самостоятельно и затем проверьте свой ответ. Какой пункт в алгоритме следующий? В следующем пункте необходимо построить график на основании исследования. Постройте график самостоятельно. Поставив видео на паузу. Затем воспроизведите видео и проверьте свой результат. Рассмотрим еще одно задание. Так как в данном задании не требуется определить координаты общих точек графиков данных функций, то целесообразно построить графики двух данных функций в одной координатной плоскости и найти количество точек пересечения, а не решать уравнение х4-2х2 равно дом. Постройте график функции х4-2х2 самостоятельно, применяя алгоритм. Затем проверьте свой результат. График функций х4-2х2 выглядит следующим образом. В этой же системе координат изобразим прямую у равная 2. Таким образом, получу, что данные графики пересекаются в двух точках. Ответ на вопрос задачи 2. Сегодня на занятии мы разобрали алгоритм исследования функции с помощью производной. В качестве домашнего задания я предлагаю вам выполнить задания, представленные на экране.